Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь на игре «Думай, знаю, познавай! Супер Блиц!» И мы подготовили очередные пять вопросов, которые готовы задать жителям нашего города. Давайте проверим, насколько готовы они на них дать пять правильных ответов. Поехали! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Валерий звати. Валерий. Очень приятно. Меня Кирилл зовут. Сегодня мы играем с Валерием. Итак, первый вопрос. Владимир Маяковский, Джейн Остин, Льюис Кэрролл, Эрнст Хемингуэй, Агата Кристи и даже Ганс Христиан Андерсон. Помимо своих знаменитых произведений, все они прославились еще тем, что делали множество их. Как вы думаете, чего? Что-то даже не сказали, что они делают. Ну вот они писали когда свои произведения, а потом еще отдавали редакторам, для того, чтобы то, что они делали, это дело редактировали. Слушай, не могу сказать, не знаю, что это писатели там. Да, это писатели. Что они там делали. И потом еще приходилось им платить большие деньги для того, чтобы у них был такой, как вам сказать, ну, недочет в их работе, недуг, так сказать, производственный. И им приходилось платить Ганс Христиан Андерсон примерно 20 или 30 процентов своего дохода платил как раз этим вот людям, которые редактировали его произведения. Потому что он делал множество их. Ошибок, что ли? Или что-то? Ошибки что ли делали? А на сколько уверены баллов? Ну, может быть, в смысле, когда писали, может быть, ошибки, ошибки, орфографические ошибки. Я понял. А на ответ вы на сколько оцениваете? Минимум в один балл, максимум в пять? Ну, на три балла. Это правильно. Все они делали орфографические ошибки и платили огромные деньги за то, чтобы редактировали потом их тексты. Второй вопрос. Это тест в вопросе. Будет четыре варианта ответа. Соревнования в каком виде спорта не проводились на первых летних олимпийских играх? Плавание, бокс, борьба, тяжелая атлетика. У нас первые летние олимпийские игры прошли в 1896 году. Ну, может, бокс? Бокс. Может, бокс или борьба? Трудно сказать. Плавание, бокс, борьба, тяжелая атлетика. Ну, и тяжелая атлетика. Вот что-то такое. Ну, не знаю, бокс, наверное. Бокс. А на сколько уверены? Ну, на два. На два. Это правильно. Это действительно бокс. Какое древнерусское название было у Северного Ледовитого океана? В частности, жители Древнего Новгорода его так называли. Вариант ответов. Холодное море, Мертвое море, Студеное море или Ледяное море? Ну, Студеное, наверное. Студеное. А на сколько уверены? Ну, тоже на два где. На два? На два. На два. Студеное море – это правильно. Правильно? Да, Студеное море. Четвертый вопрос. Как называется игра? Аналог мини-футбола, только игра ведется руками. Блин, с башки вылетела. Как она называется эта игра? Я понимаю. Ну, забыл, как она называется. Наши тоже там неплохо играют. Знаю, знаю. Лучше, чем футбол. Я забыл просто название, честно говоря. Название даже забыл. Просто забыл название. Просто? Да. Нет? Как же, не нравится. Честно, забыл. На «Г» начинается. Гандбол, что ли? Ой, нет. Ну, гандбол, наверное, да? Или что-то? Ну, как вариант. Не, не помню. Не помню. Ну, что-нибудь ответить тогда? Ну, гандбол, наверное, вот еще больше. А на баллов на сколько? Ну, на два. На два. Гандбол, это правильно. Это действительно гандбол. Последний вопрос, пятый. Согласно известной пословице, война войной, а он по расписанию. О чем идет речь? Обед. Обед. Обед по расписанию. Это действительно правильно, но поскольку вы ставили маленькие, маленькое количество баллов, делали маленькие ставки, я вас очень от всей души очень прям вот благодарен, что вы к нам подошли, что вы с нами сыграли, вы ответили на все вопросы. За счет маленьких ставок вы не набрали 20 баллов. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо. Смотрите нас на телеканале «Видное ТВ». Удачи вам. До свидания.